Самозанятыми называют тех, кто работает сам на себя. Фотографов, ведущих организаторов свадебных программ, кондитеров, изготавливающих на продажу торты и пирожные, мастеров маникюра и парикмахеров, программистов, ремонтников и отделочников. Если они получают доход от личной профессиональной деятельности в размере не более 2,4 миллионов рублей в год, для них предназначен налог на профессиональный доход. Плательщик налога на профессиональный доход, это может быть физическое лицо или индивидуальный предприниматель, который продает товары собственного производства или оказывает услуги по, скажем так, заказу других физических лиц или организаций. При этом в этой организации он не должен быть в трудовых отношениях состоять с этой организацией и не должен работать в ней более двух лет. Режим называют льготным или специальным, потому что он освобождает физлиц от уплаты НДФЛ по ставке 13%. Отдельно стоит сказать про оговорку относительно работодателей. Плательщики налога на профдоход могут параллельно работать по трудовому договору, но не по тому виду деятельности, по которому они признаются самозанятыми. При этом плательщики НПД могут использовать вот этот доход как подработку, например, сдача квартир в аренду. То есть человек занимается обычной трудовой деятельностью, где-то по трудовому договору работает, да, и вот такой вид дохода, как сдача квартир в аренду, у него идет как именно налог на профессиональный доход, он будет с этого дохода уплачивать. Что касается ставок, значит, 4% это ставка налога при оказании услуг физическим лицам, и 6% при оказании услуг индивидуальным предпринимателям или организациям. В качестве плюсов еще хотелось бы назвать следующее. Не нужно приобретать кассу. Это очень большой плюс, поскольку никаких трат платежщик налога на профессиональный доход нести не будет. Для того, чтобы осуществлять свою деятельность, ему достаточно смартфона, на который он закачивает наше бесплатное приложение «Мой налог». Сумму налога не нужно считать самому. Она определяется налоговым органом автоматически на основании данных приложения «Мой налог». После этого, не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным, самозанятый будет получать уведомление об уплате налога с указанием реквизитов. Для удобства к приложению можно привязать банковскую карту. Тогда налог списывается автоматически. Заплатить налог нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим. Олеся Котровская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова